здравствуйте дорогие друзья итак приблизился шаббат мы как всегда ничего не успели давайте быстро пройдем по урокам этой недельной главы главы шмини первое когда маша и арон приблизились к мешкану уже хотели войти в него уже арону было сказано что начиная работать там он не смог сделал шаг не смог отшел назад он вспомнил свое участие в ситуации с золотым тельцом и перед ним это все стояло и вывел его истерзаний брат он сказал ему великие слова примерно они звучали так как говорят наши мудрецы людям присущие ошибки ни один из вождей которые были и будут потом обратите внимание не обошелся без них бога не требует от человека же он прям такой был ангел ангелов бога много он человеком хочет чтобы мы стали он хочет чтобы мы стыдились того что сделали неправильно потому что без подлинного раскаяния невозможно исправление но больше над нас ничего не хочет рассказывается в законах кашрута о том что к примеру глиняный сосуд надо разбить если он стал немножко не кошер здесь великая великая тайна нам рассказывается дело в том что длинный сосуд символизирует тело человека который образовано из земли и как глиняный сосуд который впитывает себя всякое запрещенное при этом должен быть разбит так и тело человека которая причастна греху к сожалению должно быть все равно написано в талмуде все равно человек через землю должен уйти из этого мира этот мир это такая ну как бы такой период или какой-то уровень на котором нельзя остаться поэтому надо просто понимать что к сожалению к сожалению человек всегда прикоснется греху в этом мире и к сожалению или к счастью не знаю все должно быть разбито и покаяние и сокрушение это есть часть того как бы но вот в духовном мире ты производишь разбиение сосудов еще кашруте два слова всякое животное с раздвоенными копытами с расщепленными копытами и отрыгивающие жвачку можете есть это все там не знают есть два признака кошерности надеюсь тоже все знают значит животное должно быть с раздвоенными копытами и отрыгивать жвачку теперь обратите внимание комментарии которые говорят о том что здесь намек на две основные вещи две основы духовной чистоты человека она должна быть внутренняя и внешняя бывает человек там говорит я в душе хорошей там давно в сердце я там что-то там верю или что-то такой человек подобен зайцу или верблюду у которых есть внутренний признак чистоты но поскольку их внешние органы копыта не обладают признаком чистоты то есть они не видно в мире что они какое-то отношение имеют к духовности то они считаются нечистыми то же самое наоборот если человек выполняет заповеди там телом там например фили надевает или еще что-то но на самом деле в сердце все черное и он с этим не работает как говорится это свинья которая протягивает копыта и показывает что вот видите я чистая но в сердце полно скверны и она мерзость она запрещена поэтому надо работать с внешними и с внутренними обратите внимание для чего нам нужен кашрут даже вот раф абарбанель он написал следующее что когда придет маше в будущем мире потом лев как бык будет есть солому и не будет творить зло и губить так никого то есть лев станет травоядным о чем разговор что привычки в питании укореняют нравственные качества то есть даже нам здесь подсказана очень простая вещь ешь правильно и все будет хорошо пусть каждый думается вообще в то что с ним происходит в этой жизни со своим здоровьем заработком с процессами всеми мы насыпаны милостями всевышнего потому что различные счастливые случайности которые происходят с нами можно увидеть сюда руку творца мы из этого калейдоскопа счастливых событий вытаскиваем там самые негативные начинаем на них реагировать если мы вдумаемся в процесс жизни человека или народа вот например уцелевшего в условиях изгнаний гонений там две тысячи лет посмотрите что делается сейчас как написал такой был раф ябец что это чудо чудо великая в глазах каждого больше чем телеса исхода из египта если мы вдумаемся в чудо существования вообще еврейского народа на своей земле одна овечка такая среди хищников волков то все увидят что бог за этим стоит а если бог за этим стоит какая нам разница кто там аквейн джан и джан и там разные это не имеет значения написано когда бог с нами какая разница кто против нам надо сейчас собраться правильно надо быть гибким и твердым знаете вот это такое необычное гибким чтобы выносить всякие столкновения с миром конфликты в внешне внутренне и так далее а твердым чтобы не поддаваться отчаянию запугиванию со стороны внешнего мира надо быть как тростник написано значит талмуд говорит крепко стоишь на земле но гнется под ветрами но не ломается так и мы да я сейчас проблемы но мы не сломаемся мы все равно победим брахава от снаха шаббат шалом всего самого самого лучшего